Любая девушка, которая делает со щетки, меня вдохновляет, окрыляет, питает, радует. Дома я могу и голым ходить. Даже иногда мучаюсь, какие мне носки надеть. Стал просить мои вещи носить, не контролируя автомобиль на пешеходном переходе. Еще у меня цель такая сумасшедшая, это все-таки из этого транса. Я прямо чувствую, что я новый Будда, пласкостюм, я знаю Лардини, да. На данный момент сама идея работы раскрыта ровно наполовину, и она заключается конкретно в цвете. Мы знаем из курса колористики, что синий и оранжевый, в данном случае голубой и приглушенный оранжевый, это противоположные цвета. То есть персонажи, они хотят выделиться из окружения, надевая на себя противоположное этому окружению что-то. И сейчас я закончу эту работу и расскажу. А почему они руками вот так делают? Что это значит? Я хотела нарочито показать вот это вот выделение. То есть они пытаются выделиться даже вот угловатыми позами какими-то, то есть выделиться, вырваться из какой-то определенной среды. У тебя тоже есть свой стиль, я так понимаю, да? Да. Это глаза. Ну, в основном, да, глаза в пропорции. Очень интересно. Спасибо. Классно, да. Сочетание хороших цветов, противоположные по колористике, по цветовому кругу. В второй части мы поговорим о вас, вашей личности. Вы, наверное, вы работаете как шопером, стилистом сколько лет уже? Где-то... Где-то... Уже где-то 12 лет. 12 лет. Наверное, 12 лет назад это название как шопер-стилист в Украине, наверное, малоизвестно. Их даже практически не было. Так или все-таки было известно? Нет. Тогда, когда я начинал, буквально... Пару человек, наверное. Пару человек, да. Которые себя представляли в Live Journal. Еще тогда Facebook не было, Instagram не было. И этих людей сложно было найти, с ними познакомиться. Поэтому я обратил внимание на американский рынок, на Запад. И обнаружил там большое количество целых есть ассоциаций. В Англии, например. В Америке это считается как уже профессия, которая является на законодательном уровне. Утверждена в Италии, во Франции тоже. Это официальная профессия, за которую люди платят налоги, когда работают персональными шоперами. Вот. И я начал... У меня маркетинговое образование. Я изучил рынок. Понял, что те шоперы или персональные стилисты, которые есть в Украине, были. Они очень из дорогого сегмента. Да, то есть обслуживая там депутатов, каких-то приближенных людей, высокого статуса. Вот. И понял, что нужно эту услугу, шопинг со стилистом, делать более доступной. Да. И я не гнался за большим ценником. Сделал услугу абсолютно доступной для каждого. Можно было за 50 гривен в час, за 100 гривен в час протестировать услугу шопинг со стилистом. И я нашел огромный рынок для этой услуги. Это массовый сегмент. Фактически любая девушка, которая делает там маникюр один раз в месяц, могла позволить себе стилиста на шопинг и покупать вместе со стилистом. А вы до стилиста кем работали? И почему вы решили стать стилистом? Вообще я родился в Праге, в Чехии. А, да? Да, я, некоторые думают, что я из Чехии стилист. И по акценту, и по внешнему виду, и по имени, и фамилии. Некоторые не понимают, где у меня имя, где фамилия, рост, дикой. Я на всякий случай написал полностью ваше имя, как одна клиентка пишет. Потому что я не поняла, как вас зовут, да? Вот. Родился там, и детство прошло в Чехии, недалеко от города Прага. Родители кем работали? Папа у меня военный, военнослужащий. Вот. Мама, она шьет. А, поэтому. И, ну, и нас воспитывала, да? То есть она работала в торговле, да? Очень хорошо продавала много всего. Вот. После этого я путешествовал по СНГ в разных городах, жил. И, в общем-то, остановился когда в Киеве. Здесь я начал учиться на маркетолога. Была модная профессия, маркетолог, да? То есть или менеджер. Была тогда еще модная профессия 15 лет назад. Поэтому я закончил высшее учебное заведение и получил образование высшее в маркетинге. И искал работу маркетологом. Но у меня никогда не складывалось с маркетингом. Потому что я хотел быстро очень зарабатывать, как и любой подросток. И работал абсолютно на разных профессиях, вообще не связанная с маркетингом. Это была и продажа газет, и на рынке я торговал одеждой. Но больше всего меня привлекала эта вот одежда. Я был и в бутиках работал, и в магазинах маленьких, и в больших. Вот одежду, часы, обувь, аксессуары. Продавал разных сегментов абсолютно. А друзьям? Друзьям помогал покупать как раз вещи. Знал, жил недалеко от центра на Кловском, ой, нет, Тверской тупик. Есть такая улица. И там были склады универмага Украина. То есть до сих пор они там есть. И там как раз были такие местные продавцы, которые привозили одежду с Европы. И продавали в таких больших ангарах. Это вот первые, наверное, наши киевские аутлеты, где можно было найти. И там какой-нибудь дизель или левайс, которых еще не было в Киеве. И по суперскидке найти для своего друга или одноклассников. И это было очень круто. Вот. Ну, с тех пор, с тех пор, как я закончил свою учебу, я начал учиться стилю. Посещал разные курсы. Но параллельно я работал все, что связано почему-то с мобильными телефонами. Вот. То есть какое-то время я продавал одежду, а потом устроился в один из больших таких гипермаркетов, который продавал только мобильные телефоны. Тогда был бум, да. То есть Евросеть там развивалась семимильными шагами. Еще под руководством Евгения Чичваркина. А в Киеве был Юнитрейд. И я там работал, продавал телефоны. Причем это первые Моторола, Рейзер, да. То есть такие имиджевые телефоны. Мне очень удавалось легко продавать, потому что я уже пришел из торговли. После этого я какое-то время поработал в офисе, помогал вести курсы по продажам. То есть поэтому я знал все пути принятия решений во время покупки. И пик моей карьеры это был опять же сотовый оператор, CDMA Украина. Я директор отдела маркетинга и рекламы. И знания, и плюс запускал новые бренды. И в общем какой-то период я понимаю, что скоро нашу компанию купят конкуренты. Либо ты удержишься в этой компании, но если у тебя нет связи, ты как всегда не удержишься. Либо ты будешь искать новую работу. В общем вся эта корпоративная жизнь мне наскучила. И я ушел на вольные хлеба, как мы говорим, да. И начал заниматься предпринимательством. Но благодаря своим навыкам по маркетингу я запустил агентство. Очень быстро я видел на рынке, что нет абсолютно конкурентов. Через год я запустил школу по обучению стилю и шоппингу. А в агентстве до сих пор насчитывается более 100 стилистов. Это первое крупное агентство стилистов-шопперов в Украине. Оно называется Sweet Jumble. По-английски это любимый беспорядок. Мы вокруг этого легенду создали. И мы обслуживаем любого клиента. Это и девочек, и мальчиков, и женщин, и мужчин, и подростков. И на любой кошелек. И то же самое в обучении. Обучаем всех не только для того, чтобы получить эту профессию. Но и для того, чтобы для себя поучиться. Разобраться, как правильно подбирать одежду. Какие магазины лучше посещать. Как навести поряга в гардеробе. В общем на этом я и построил свой бизнес. И уже, как некоторые шутят, что я на пенсии уже 15 лет. Но на этой пенсии я хорошо себя чувствую. Я много путешествую. Ни в чем себе не отказываю. У меня растет здоровый сын. И жена прекрасная. Тоже счастливая, здоровая. Мы много ездим по Европе. Я изучаю итальянский. Я хожу с друзьями под парусом. На яхте учусь. И в общем-то занимаюсь любимым своим делом. Хожу на шопинг. Да, круто. Как раз вы затронули вопрос счастья. Вы живете... У вас счастливая семья там. Вы счастливы. Что вас радует? Что вас делает вас счастливым? Что меня делает счастливым? Да, это вопрос я всегда задаю, когда просыпаюсь рано утром. Рядом любимая женщина. За стенкой мой сын. У меня есть любимая кошка. Я... Если в плохом настроении, я иду гулять по магазинам. И это мне придает много энергии и удовольствия. Я моментально становлюсь счастливым. Можете чуть-чуть детально объяснить для мужской аудитории, а почему шопинг заражает человека? Ну, более детально, как мы или понятный медикум. Многие люди устают от этого, а вы, наоборот, заражаете. Ну, да, да. Есть такой миф, что шопинг любят только женщины. Но я знаю много парней и мужчин, которые обожают тоже шопиться, ищут какие-то коллаборации, интересные кроссовки, уникальные бренды по классной цене. В общем, настоящие шопоголики. Вот, но если ты не любишь шопинг, то ты наш клиент, мой клиент, да, то есть я за тебя сделаю шопинг. И не скажу, что мне нравится шопинг суперсильно. Иногда он мне надоедает, когда, например, какой-то трудный клиент, либо когда нужно долго что-то искать, и я не могу найти. Я делаю перерыв, и просто... Когда прихожу домой, я просто вырубаюсь и сплю без задних ног. Вот. Но если я на самом... Открываю для себя какой-то новый магазин, вот новый бренд, я с таким вообще восторгом, щенячим удовольствием изучаю это все. Наконец-то у нас открыли этот бренд в Киеве, да, то есть я быстрее посещаю этот магазин, снимаю сториз. У меня в Инстаграме там почти 100 тысяч подписчиков. Все хотят увидеть, где я опять, что там, что новенького я расскажу про новый бренд, который привезли в Киев. В общем, это меня драйвит, я кайфую от этого. А что тогда вас демотивирует или вас взгляд... Демотивирует? Расстраивается? Ну, конечно же, расстраивает неудачи, да, то есть когда, например, коронавирус, я не ожидал, что это вырастет глобальную проблему, да, что закроется доступ в мою любимую Италию, да, то есть и минимум там на несколько месяцев сложно будет туда слетать, да, то есть нарушились все планы, да, заморозились билеты, там не ходят поезда, не летают самолеты. Вот. С одной стороны, это огорчает, с другой стороны, я понимаю, что для меня это как челлендж, вызов, да, то есть я в условиях демотивации кризиса начинаю что-то креативить, создавать новое, да. Я больше по натуре креатор, да, то есть создаю постоянно новые какие-то идеи, запускаю акции, да, то есть запускаю новые направления в стилистике и в шопинге, да, то есть может быть новый курс запущу, да, либо новый канал продаж разработаю. В общем, для обычных стилистов у меня сильно развита бизнес мышление, да, и я больше маркетолог и бизнесмен, чем стилист, да, то есть мне, мне как любому предпринимателю хочется питаться какими-то микро победами, вот, и если у меня что-то не получается, как творческая натура, я расстраиваюсь, вот, но я научился с этим тоже работать, да, и радоваться любой мелочи, это может быть даже комментарий, лайк под постом в фейсбуке или в инстаграм, я понимаю, что я в правильном направлении, что меня видят люди, смотрят, комментируют, и я этому радуюсь, это меня питает, и все, и я снова счастливый. Все-таки работа очень творческая и любимое дело ваше, да, при этом работа это с людьми, любая профессия работы с людьми, это как уже фундаментально, как заложено, что расчарование, там, личный конфликт, эмоции, стрессы и так далее. А для вас, какой клиент, ты считаешь, это для вас, там, как вас заражает, дает больше энергию, а кто-то немножко расстраивает, высасывает энергию, дает, что вы грустили. Как вы определяете эту категорию? Мне понравился очень ваш подход, да, когда мы готовились к интервью, мы один раз встретились, там, поужинали, пообщались, да, то есть познакомились. Вот, я тот же самый подход делаю со своими клиентами, кроме профессиональных всяких моментов, там, анкетирования, там, несколько звонков, разработка персональной доски стиля, да, то есть когда я понимаю, что можно носить, что нельзя носить, какие цвета, да, я еще изучаю и личные странички клиента, да, чтобы лучше с ней иметь... Понять, кто он, да? Да, понять, кто он, какие у него интересы, чтобы лучше подружиться, да, да, подружиться, совершенно верно, то есть найти контакт, да, то есть если нет контакта, то это будет очень сложный и тяжелый шоппинг, сама услуга не принесет удовольствия и мне, и клиенту. И я стараюсь, конечно же, добиться полного взаимопонимания, да, чтобы клиент меня слушал, да, то есть он понимал, что я не пытаюсь из него какого-то клоуна сделать, да, то есть я хочу подчеркнуть его статус с помощью стиля, да, то есть его, ее красоту с помощью стиля, да, то есть с помощью новых вещей, да, обновить вообще, просто обнулить, да, и создать абсолютно нового человека, да, и когда я этого достигаю, то, конечно же, шоппинг идет в удовольствие, и ты как художник творишь, и ты понимаешь, что, о, класс, вот это работа. И когда это еще закрепится фотосессией, да, то есть и клиент обновит аватар, обложку у себя в соцсети, и я понимаю, что это самый лучший отзыв о моей работе. Это меня вдохновляет, покрыляет, питает, радует. Ну, допустим, сейчас смотрят наше видеоинтервью, понравилось, о, интересно, мне нужна помощь от вас. Как можно вас найти, и сколько стоит ваша помощь, услуги? Меня можно найти очень просто, это вы пишете в гугле «Рост дикой». Вот, гугл сразу индексирует и попадает там в фейсбук, в инстаграм. В инстаграме там легко можно написать, в фейсбуке тоже можно легко написать. Пишите мне, мы встречаемся, и я разбираю ваш гардероб, или сразу идем на шоппинг, если вы, конечно, можете себе позволить такого по стоимости такого стилиста, как я, потому что мои услуги, они по стоимости, как и европейские цены, да, то есть в Европе, к примеру, там во Франции, в Италии, стоимость услуг персонального шоппера, это стартует от 500 евро за один рабочий день. И у меня, в принципе, такие же расценки. Но вы могли, как вы поняли из интервью, у меня есть свое агентство, где я подбираю стилиста под каждого клиента, если у него нет, допустим, большого бюджета на шоппинг и на услуги стилиста, он может заказать эту услугу всего лишь за 100 долларов, вообще за всю услугу, да, то есть там за 5-часовой шоппинг, например, и это уже очень приятно. Плюс мы постоянно делаем скидки на 8 марта, там, на 14 февраля, в общем, можно поймать любую какую-то удачную скидку и еще сэкономить 50% на услуги шоппинг-сопровождения. По поводу школы, тоже, как, мне кажется, если у меня было времени, обязательно регистрирую вашу школу, прошу обучение. Кто-то, и появится такое желание, ну, как можно и где происходит, как часто, там, сколько стоит и так далее? Можете немножко прочитать? Да, да. Школа стилистов-шоперов роста дикого, прям вот так вот назвала, не стесняясь, да, она находится виртуально в интернете, у меня записано несколько курсов для мужчин и для женщин, вы можете учиться в онлайне в любое время, и такой курс стоит, там, от 100 долларов, да, то есть за 12 уроков. Я либо проверяю домашнее задание, либо, если вы еще хотите быстрее и дешевле, да, то есть вы покупаете курсы, которые стоят дешевле, но без проверки домашнего задания, да, то есть это с точки зрения удобства, ты можешь в любом городе, в любой стране учиться стилю, и сейчас это очень модно, подчеркивать стиль и учиться правильно одеваться, особенно тех, у кого это проблема, и особенно те, кто засиделся дома и не знает, с чего начать, и либо боится купить что-то новенькое в магазине, ждет, когда подруга освободится, либо мама начнет советовать, и это совершенно другое, но все приходит к тому, что люди становятся самостоятельными и хотят сами разбираться в стиле, для этого, собственно, я и учу, учиться со мной очень легко и просто, потому что я больше практик, да, то есть у меня вообще нет сложных теоретических знаний, я не даю, а просто говорю, вот иди в магазин, здесь тебе нужно подобрать по такому-то цвету одежду и присылай мне домашнее задание, то есть абсолютно очень простые, даю шаги для того, чтобы разобраться в стиле, да, очень мало даю там истории моды, там каких-то теоретических, серьезных, фундаментальных знаний, то есть очень много практических советов. Есть обучение, регулярно заказывают, это лично у меня, да, то есть лично у меня, оно стоит гораздо дороже, там две с половиной тысячи долларов за 10 уроков, да, то есть здесь мы встречаемся, тет-ет-ет вдвоем, идем в какой-то торговый центр и там проходит обучение, один час мы разбираем теорию, а еще два часа идет, идем по магазинам и делаем практические уроки, всякие квесты, я даю задание, сделай там какой-то новый образ, да, то есть, ну, то есть очень интересно и интерактивно проходит обучение. Я так, ну, мы общались, и даже я сейчас вижу, что кому-то рекомендовать стиль, как по одежде, не по жизни и так далее, и при этом вы занимаетесь любимым делом, вы открыли свою дорогу, там, вышли из офиса, создали свой бизнес, только самоуверенный человек, да, имея психологическое здоровье, могут себе такое позволить. А у вас есть какой-то там особый секрет, там, как вы, ну, как держите такое вашу ментальную стабильность или там здоровье, чтобы быть самоуверенно? Ну, я, наверное, как все обычные люди, люблю и поспать, и поесть, вот, но если я понимаю, что мне нужно хорошо выглядеть, и скоро, допустим, летний сезон, я усиленно начинаю заниматься спортом, да, вот, смотрю за своим питанием тоже, не ем очень много жирной еды, вот, у нас в семье вообще культ здорового питания, вот, и, ну, больше всего меня тонизирует, это, конечно, спорт, да, то есть я не только люблю, там, сходить в тренажерный зал, но и дома занимаюсь, вот, и когда приходит сезон, я прихожу в форму за очень короткий промежуток времени, потому что я сразу занимаюсь еще и голоданием, да, вот, исключая какие-то там углеводные, жирные продукты, вот, начинаю усиленно качать пресс, отжиматься, подтягиваться, и все, я уже, как Аполлон, на пляже чувствую себя хорошо. Ну, обычно домашний вид, ну, даже там часто показывают в сериале, там, растянутый футболкой, трусак, там, живот открытый, ну, это так, да, вот, как уставший отсек, типа, выходные, там, чещество, там, везде, там, пипом, под диваном, а вы в каком виде дома одеваете, что вы одеваетесь дома? Да, дома, ну, дома, смотря в какое время суток, дома я могу и голым ходить под настроение, да, но, как правило... Это щетки или правда голые? Ну, серьезно, да, я просыпаюсь, хожу голо, иду на кухню, там, готовлю себе кашу какую-то, вот, и прекрасно себя чувствую, да, а так у меня иногда дома, нет, ну, не то, что иногда, а все-таки я подчеркну, что дома я подбираю спортивные штаны с каким-то узором под футболку, чтобы они сочетались, понимаете? А все равно отслеживаю эти? Да, все равно уже как-то автоматически отслеживаю, и даже иногда мучаюсь, какие мне носки надеть, да, то есть, и в итоге, когда я выбираю те носки, которые мне нравятся, я очень довольны и хожу в этом образе дома. Я понял. А ваш сын, допустим, как относится работа отца? Вот, он хочет тоже идти к этой пути, ему есть определенный интерес, я тоже хочу быть как отцом, или, там, может быть, я, там, дизайнером стану, там, не знаю, есть ли такое у вас? Ну, да, да, мы сына не ограничиваем в выборе его одежды, да, ну, как ограничиваем, потому что мы ее покупаем, вот, но он носит то, что хочет, но в последнее время, в последнее время он стал просить мои вещи носить, кроссовки, джемпера, и потому что он понимает, что они круче выглядят, и он хочет перед своими одноклассниками хвастаться, что у него такая классная вещь есть. Я ему, конечно, разрешаю, и хвалю за то, что он может себя проявить, и не бояться экспериментировать и носить такую странную одежду для обычного человека, да. Но он пока еще не выбрал, кем он хочет стать. В 15-16 лет очень странно, наверное, понимать, кем ты хочешь стать, если не сильно влияют родители. Единственное, на что мы влияем, на его язык, да, то есть он усиленно занимается английским языком с преподавателем и самостоятельно уже смотрит фильмы на английском языке, но что он собирается делать, через год-два мы пока не поняли. А ваш источник фантазии или творчества – это откуда? Если мы уже говорим про стиль, про моду, да, то есть я, например, как некоторые ходят в тренажерный зал, либо пробегают по 10 километров в день, либо проплывают по несколько километров, то я также могу несколько часов наблюдать разные показы мод, вот, что выпустили. У меня огромное количество групп подписано в Телеграме, да, то есть я отслеживаю все новинки, и так тренирую свой мозг, свое вдохновение, свое творчество, да. Для чего мне это? Для того, чтобы я держал руку на пульсе, и когда заходил в магазин, я понимал, что вот это модно, это модно. Либо наоборот, я клиенту скажу, что вот это модно, а вот сумки-бананки уже вышли из моды, да, поэтому мы тебе это не купим, да. Либо вот смотри, какая модная вещь, давай ее попробуем, но тебе не обязательно ее покупать, потому что она очень ультрамодная, и ты будешь в ней, ну, некомфортно чувствовать, да, если он, допустим, консервативном строгом стиле. В общем, я питаю свой мозг, свое творчество, свою насмотренность это модными показами. Ваша цель жизни? Что вы хотите? Цель жизни? Да. Ну вот сейчас у меня стоит цель, на ближайшее время, это научиться управлять яхтой, и возить... А причем яхты есть и самолет, есть и там мотоцикл. Я, например, боюсь ездить на автомобиле, да, то есть я не вожу автомобиль, меня все время возят, я на такси переезжаю, да, в другой стране я несколько раз пробовал, думал, что это как-то повлияет на мой успех, да, но все же я не вожу машину. А вы автокатастрофе боитесь, или просто неудобно? Ну, просто страшно, автокатастрофы боюсь, да, боюсь кого-то сбить, да, то есть не контролирую автомобиль на пешеходном переходе, да, то есть вообще туннельное зрение включается, не могу по бокам все это видеть. Поэтому, когда моя жена мне подарила курсы шкиперов, она говорит, что нет у меня водителя, собственно, но я хочу, чтобы был собственный капитан. Для меня это было как, ну, как действительно такое переосмысление, абсолютно новая цель в жизни, закончить курсы и научиться управлять яхтой, и вывозить свою семью, катать свою жену на яхте, да, то есть по Средиземному морю, вокруг Италии, той же, там, вокруг Сицилии. Это меня просто вдохновило настолько сильно, вот, что я сейчас в это погрузился, погрузился с головой. Еще у меня цель такая сумасшедшая, это научиться нырять на глубину 50 метров, вот, летом я научился нырять на глубину 15 метров, да, то есть узнал, что это без акваланга, это фридайвинг называется. Я охотился под водой, меня научил один инструктор из Коста-Рики нырять на большую глубину, вообще не бояться, не бояться глубины, и вот цель была до вот этого прогресса разучиться, бояться глубины, вот, я достиг этой цели, я не боюсь сейчас глубины, могу спокойно погружаться, зависать на дне и смотреть, что на тобой происходит. Это было очень круто. Сейчас моя цель преодолеть этот порог, да, то есть 15 метров, и научиться глубокободному нырянию, там, и установить хотя бы личный рекорд, там, 50 метров. Обычно мы в гости спрашиваем, какой цель в вашей жизни, а не там, я хочу там школу открыть, достичь такой цели, у вас более такой, как фрагментально, как бы по желанию, ну, как интересно, это тоже хорошая цель. Можно, конечно, там приукрасить, сказать, чтобы я хочу, чтобы все в Украине, а потом и в мире, одевались стильно, да, то есть я прямо чувствую, что я новый Будда, да, то есть в стиле. В долгосрочном периоде, если планировать, то моя цель, это стать дизайнером одежды, выпустить свой бренд одежды, это может быть мужская, женская одежда, я скорее всего найду первую возможность, это сделать коллаборацию с каким-то известным брендом. Яркие примеры, там, например, Ник Вустера с Лардини, допустим, делал коллаборацию, когда Лардини выходил. Лардини – это итальянский бренд, вот у вас костюм, я знаю, Лардини, да, который выходил в Америку, и им нужен был амбассадор. И они взяли к себе амбассадора, это Ник Вустера, это американский стилист, и они выпустили совместную коллекцию одежды для американского рынка. Вот я последую, наверное, по такому же примеру, а потом следующий шаг, это я уже буду выпускать свой бренд одежды, вот, наверное, из таких глобальных целей, это вот это. У меня такое воспоминание, это CEO Virgin компания. Как? CEO Virgin. Virgin? Да, Virgin. Да. Это Richard Branson. Ричард Брэнсон, да. У вас где-то есть похожее желание, там, пробовать разные вещи, яхтам управлять, еще дайвингом заниматься, при этом параллельно бизнес, людям передавали энергию. Где-то есть и схожие моменты? Я знаю, что я по психотипу человек, который передает знания, да, вот. Я читаю лекции на тему стилей, моды, и считаю, что я больше, наверное, в будущем себя посвящу, как учитель, да, по стилю и по моде, да, и хотел бы преподавать в известных университетах моды, там, Марангони, например, в Италии, да, вот, либо во Франции, и жить во Флоренции среди таких же творческих и сумасшедших людей, как я, вот. Но я понимаю, что я нашел себя свой, свой не стиль и имидж, а я нашел свой путь, да, поэтому все будет сконцентрировано вокруг стиля и моды. Не буду я пробовать какие-то новые бизнесы, я не экспериментатор, никак, я, может быть, такой же сумасшедший, как Брэнсон, да, то есть, но я не такой экспериментатор, как он, чтобы выбрать сначала продажа пластинок, а потом открытие космических кораблей, да, запуск космических кораблей. Ну, все равно, начали продавать телефон, теперь уже мечтаете делать свой бренд по одежде. Ну, конечно, не космические корабли, но где-то есть. Ну, да. О, уже почти картина готова, уже имеет свой как стиль. Я вначале говорила то, что это два персонажа, теперь сюрприз, это один персонаж. Почему один? Он смотрит сам в себя, то есть, он выделяется из окружения, и он, вот есть такое выражение, ловить взгляды. Он ловит на себе взгляды, то есть, ему это нравится, но при этом он самодостаточен, потому что он все равно сосредоточен на своей внутренней гармонии, ну, то есть, персонажа смотрит на себя, то есть, персонаж самодостаточен, интерактивный зеркало, да, он так смотрит себя. то есть, он не распыляется, он не зависит от этих взглядов, но при этом, вот, полноценен в своей личности. Я не ожидал, что все так разовьется, и это, конечно, просто крутая, сумасшедшая вещь получилась. Вы должны участвовать в завершении картины. Добавьте, возможно, то, что вы чувствуете, возможно, какие-то еще взгляды. Ну, так, глаза, мне, это не имело в виду. Ну, да, разве что нарисую, может быть, ресниц немного. Я ходил на курсы по рисованию в Академию Андритана рисовать модные шаржи, да, и либо быстро нарисовать какой-нибудь силуэт, стиль, да, то есть, и мне больше всего почему-то нравилось рисовать глаза. Круто. Фух, ну, вот пару глаз от роста дикого. Очень круто. Да, это мы вам подарим. Да. Серьезно? Да. Спасибо. Как сегодня беседа? Очень занимательная, да, то есть, я всегда после беседы еще очень долго веду разговор сам с собой, со своим внутренним я, анализирую свои ответы, как бы я лучше ответил, но с вами очень легко было разговаривать, потому что вы задаете достаточно открытые, искренние вопросы, и совсем я не готовился, и не повторялись вопросы эти, в отличие там от других каналов, которые берут у меня интервью, так что огромное вам спасибо, и вам, Анастасия, тоже спасибо за участие и за ваши вопросы, потому что они как раз были в тему и задавали хороший, правильный тон, и, конечно же, за вот это произведение искусства и за ваш стиль. Спасибо большое. Вы в начале вспомнили, вы там этот темный циклограмм похож на театр, который вы в школьном периоде играли, да? Да, я ходил в театр Черный квадрат, это известная студия импровизации. Тельбургская площадь в Киеве, да? Ну, да, да, но они находятся возле цирка, по крайней мере, когда находились, когда я там учился, и играл на сцене, и когда выключается свет в зале, и ты находишься на сцене, на тебя светят прожекторы, происходит такая трансформация, ты, если молодой актер, ты забываешь абсолютно свою роль, и когда тебе помогает более старший актер, то есть он может тебе прямо на ногу наступить, да, чтобы ты вышел все-таки из этого транса, да, вот этого ощущения, и начал играть, да, свою роль, и тогда тогда становится все очень классно, да, а так вообще вот такое ощущение, когда тебя закрывает вот зрителей яркий свет прожекторов, он достаточно дискомфортный, да, но здесь нет такого дискомфорта, потому что мне не нужно было играть, я говорила искренне, рассказывала о своей жизни, о своих неудачах, успехах, так что спасибо за этот черный фон, да, спасибо, я надеюсь наш короткий разговор про второчасовую вам дает больше энергии, вы еще дальше вдохновляете ваш клиентов, у вас больше появляется какой-то там новый взгляд в вашей работе и жизни, спасибо, тогда ставите лайк, подпишитесь, мы скоро увидимся, спасибо, спасибо, а ваш подпись ставите вашу подпись ставите субтитры,